Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об одном проекте, который я делала в первый раз. Я приобрела этот проект вот в этом вот магазине Stitching Time. Я уже вам рассказывала о него однажды. Это был мой первый визит в этот магазин. Это было в мае 2017 года. Там я увидела на дисплее один из проектов, одну из вышивок. Она мне очень понравилась. И я спросила за инструкцию. Мне сказали, что инструкция к выполнению этой вышивки бесплатна. Соответственно, я взяла эту инструкцию и купила все материалы, которые мне были необходимы для этой вышивки. Вот сейчас я вам покажу эту инструкцию и покажу материалы, которые я использовала. Вышивка эта уже выполнена. Я вам покажу ее в конце видео. Давайте перейдем к знакомству. Эта вышивка называется Promises. Обещание. Дизайнер Джин Таггард. Сейчас я вам покажу, что я купила, какие материалы. Здесь, как вы видите, написано, что нам нужно квадрат 9 дюймов моноканвы Цвейгард 18 каунта. Вот эта канва. Вот так она выглядит. Сейчас я вам покажу ее. Мне дали... То есть, ну, когда я покупала ее, мне дали вот такой вот сверток этой канвы. И... Также она была на рамке. Вот здесь написано. Stretched bars to feet. Она... Это канва. Кусочек этой канвы был на рамке. Позже я вам покажу ее. Дальше. Значит, здесь нужно нам скобы, чтобы... Чтобы прикрепить эту канву к рамке. Дальше. Мне предложили вот такой вот... Вот такие вот нитки. Смотрите. Ниточки ручного окрашивания. Вот такая вот... Фирма. Ой, еще не клопни. Вот я решила положить. Так виднее. В общем, ниточки ручного окрашивания. Дальше. Вот такие вот нитки DMC. Это нитки перле номер пять. Сейчас показываю. Перле номер пять. Так. Дальше. Обыкновенные ниточки DMC. Вот они. Обыкновенные ниточки DMC. Тоже номер семьсот двенадцать. Вот такой вот. Дальше здесь написано. Вот такие вот маленькие. Маленькая. Маленький тюбик. Вот таких вот. Вот такого вот бисера. Или... Или... Или бисер MILHILL. Ну вот. Мне предложили вот такой вот бисер MILHILL. И дальше это восемь бусин по шесть миллиметров в форме сердца. Тоже потом я позже вам покажу. Иголочки. Вот здесь вот у меня иголочки. Номер двадцать два и номер десять. Иголочка для бисера. Но я должна вам сказать, что... Я иголочку для бисера не покупала. Вот у меня есть вот такие вот иголочки DMC. Я использовала их. Сейчас я вам расскажу немножечко про инструкцию. Сначала я вам покажу схему. Вот схема этого дизайна. Как вы видите, схема здесь одна четвертая. Вот такие вот. Здесь разные швы используются. И объяснение. Объяснение, как все это выполнять. В общем, должна я вам сказать, что... Объяснение здесь очень понятное. Все... Написано очень хорошо, очень понятно. Но единственное, что мне тут не понравилось, это то, что когда пришивается бисер, то его не всегда легко так пришить, поскольку канва уже натянута на рамку. Вот. Но я бисер пришила, но не везде. Потом я вам тоже покажу. Так же для этого дизайна я купила вот такую вот коробочку. Очень красивая, симпатичная коробочка. Она стоит 60 долларов. Сделана очень качественно. Очень хорошо. И вот эта вот вышивка будет вставляться сюда, в эту рамку. Как вы видите, эта рамка 5 на 5 дюймов. Ну и, соответственно, сама вышивка тоже 5 на 5 дюймов. Ну, теперь я покажу вам, что я вышивала. Вот дизайн, который я вышила. Как вы видите, здесь канва натянута на вот такую вот рамку. И прикреплено все это скобами. Вот так вот эта рамка выглядит с другой стороны. Ну, и теперь давайте мы посмотрим на саму вышивку. Я расскажу вам, что мне здесь понравилось, что мне не понравилось. Вот я сейчас приблизила дизайн. Как вы видите, здесь выполняются вот такие вот сердечки. их выполнить несложно. Схема вот здесь. Мы видим эту схему. Выполняются они ниточками вот этими вот ручного окрашивания. Как вы видите, здесь такие вот переливы от зеленоватого до розового на бежевом фоне. И получается очень красиво. Дальше. Следующее. Это вот такие вот крестики. Вот здесь схема этого крестика. Тоже должна я вам сказать, что довольно-таки несложные они. Выполняются они ниточками перле пятого номера. Вот такие вот бежевые ниточки. Выполняются они вот здесь, возле этих сердечек и обрамление уже в завершении проекта. Дальше. Очень интересные здесь вот эти вот кружочки. Они называются Джессика стичес. Выполнить их тоже было несложно. Здесь вот очень понятная схема. Но что я не смогла сделать? Конечно, это был мой первый проект подобного плана. Я не смогла вшить бисер вот сюда вот эти вот маленькие кружочки. Вот это схема бисера. Должна вам сказать, что я старалась делать это несколько раз. Но у меня так ничего толком и не получилось. Вот даже хочу вам показать. Сломала иголку. не хочу уже ее вытаскивать. Сломала здесь может быть вы увидите сломала ушко иголки. В общем здесь вот эти вот бусины я не вшивала сюда. И дальше у нас обрамление из бисера. Вот здесь вот милхилл. И вот эти вот элементы выполняются гладью. ну что должна я вам сказать. Проект этот мне очень понравился. Я очень довольна. Получилось все очень хорошо. Я хочу выполнить этот проект еще раз. Я думаю, что я его сделаю немножечко по-другому. Я попробую сначала пришить бисер вот эти вот места, посчитать и пришить бисер, а потом сделать вот эти вот кружочки. процесс работы я снимала на фотографии. Я думаю, что я сделаю слайд-шоу и в конце я вам покажу, как я оформила эту работу в рамочку, в ту коробочку, которую я вам показывала. Вот сейчас мои дорогие друзья, показываю вам все этапы моей вышивки. Не все, конечно, но я думаю, что основные этапы здесь отображены. Мне очень понравилось вышивать этот проект. как вы здесь можете увидеть, здесь есть некоторые сложности, но в общем получается очень красиво. Очень красиво. Еще раз хочу поблагодарить вас за ваши комментарии, за то, что вы заходите на мой канал, смотрите мои видео. Мне очень-очень это приятно. Так, ну вот наконец-то я вырезала. Смотрите, делала все очень-очень осторожно, миллиметр за миллиметром и сейчас я вам покажу, что получилось. Смотрите, какая красота. Замечательно. Все поместилось. Здесь сверху стекло. в общем мне этот проект очень нравится. Благодарю вас за внимание. Заходите на мой канал, смотрите мои другие видео. До встречи! Субтитры